Так, всем привет, с вами Топгай, и мы продолжаем играть за коррестоносную Польшу. А перед началом этого видео я напомню вас, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. И поехали. Я тут немножко посмотрел на свои дивизии, на их количество. Нам бы, честно говоря, чуть-чуть увеличить вот эту армию, мне бы еще 24 дивизии бы сделать. Все-таки было бы, наверное, неплохо, потому что по одной дивизии, наверное, нас все-таки врапушат хотя бы по парочке. Поэтому давайте чуть-чуть буквально достроим вот эту армию, и с ней уже нападем, буквально чуть-чуть. И кроме того, я его дострою сейчас в фабрике, нам бы еще укрепления вот эти вот сделать тоже было бы, я думаю, неплохо. Белосток и Люблин, только это вопрос где? Ой, хороший вопрос, вот Люблин, вот Белосток, бесполезные укрепления, ладно, делать мы их, наверное, не будем. Но вот за промкой сходим, на самом деле, и чуть-чуть дивизий достроим, нужна еще одна армия. Там произошел эльзатский ультиматум, кстати говоря, пока я тут докачиваю промку чуть-чуть. И да, сейчас пошла война, вот здесь вот, но нам это на пользу. Сейчас отсюда войска уйдут, и нам станет еще попроще ее атаковать. Ой, тем временем Респак Сентарда согласились сотрудничать. Но Польша не будет сотрудничать, мирного решения не будет. Я заказал еще сразу вторую армию, на всех случаях, но на самом деле мы будем готовы уже, когда и вот это обучится. Ну и вот эта армия готова, еще одна запаса почти готова. Сейчас эти ребята, в принципе, заканчивают свои крепления, а мы здесь различную войну взяли. Креплений у нас много приятных. И будем начинать наступление на Украину, Беларусь, Литву. Балтийский герцог ставил, затем уже и саму Германию. Кстати говоря, тут уже неплохо вообще по доктрине продвинулись, еще нигде не воевали, но почти все воздушные, почти все наземные у нас есть. Некоторые проблемы с поездами, но мы над ними работаем. Ну что ж, я думаю, теперь мы точно готовы. Поехали. Германия, держись. Кидаем Италию и Европу, но мы в ней и не были. Давайте-ка здесь сразу. А, Украина пока еще не призвана. Сразу начинаем вступление. Как их ее призовут? Ее уже призовут, я думаю, да? А вообще технически мы можем тут помочь чуть-чуть продвинуться, да? Ну? Вот, ее призвали. Мы сразу начинаем жесткое наступление. Это прорыв или нет? Да, это прорыв. Мы должны прям очень быстро начинать двигаться по ней, так и есть. Авиация, конечно же, уже на месте, если что, поможет. Липотест нас здесь вот контратаковать, но удачи вам, ребята, удачи. Ну-ка, что там у нас? Государство плюс 30. Здесь государство плюс 10, местность, командир. Вот с государством плюс 7. Это вот от того, что вражеское государство, типа, в Германии атакует нас. Короче говоря, кайфовая ситуация. Так и будем воевать. Папич нас блокирует здесь, вот, конечно. Но я думаю, да, мы сможем взять здесь аэродром. Только там не так много можно будет поставить авиации, но сколько можно, столько поставим. Зато здесь можно больше. И нас начали атаковать в самой Польше. Думаю, на фоне этого нам бы побольше авиации сюда изогнать. Честно говоря, хотелось бы. Ну что, терять Польшу, конечно, наверное, на Польше не хочется. Ну, мы переходим в наступление. Хорошо. У нас еще, я думаю... Да, за планирование, за государство. Еще плюс сверху государство просто дает. Это приятные бонусы. Все, я думаю, теперь мы вроде должны держаться кое-как. Все-таки авиация вроде работает. И... Да, немцы свои сюда не пригнали. В отличие от нас. Отлично. Ну, и вот эта вот армия, которую мы и обучали, закрывает сейчас вот здесь вот фронт. А здесь мы пока что становимся в оборону. В принципе, кое-какие позиции отбили. Нужно сейчас будет локально где-то ручную уже пытаться допробиваться побольше. Этри дивизии в окружениях мы уже успели потерять. Это, конечно, неприятно. Все убивают вот эту провинцию, а мы все выбиваем их обратно. Ну, а что нет? Кстати говоря, делаем всеобщую мобилизацию, потому что, ну, можем, у нас мент-повара хватит. А, типа, скорость строительства военно-завода, в принципе, звучит полезно. Ну, и как локальными какими-то битвами вручную сейчас мы потихоньку какие-то территории возвращаем. Вроде как достаточно успешно. Хотя где-то, конечно, не так успешно. Нас все-таки не так много, но... В целом, наша армия показывает себя хорошо. Конечно, опять-таки, сравнить, если нашу промышленность немецкая, то мы, конечно, просто малюсики. Одна Украина по промышленности примерно как мы зачитывает гражданскую промышленность, то и больше. Но мы как бы маленькие, но мы очень сильный и с нами Бог, так что мы победим. Я вижу, что тут мы можем, в принципе, потихоньку давить, тоже сделать чуть-чуть поуже фронт. Почему бы и нет? И даже как будто сейчас окружение сделают. Да, так и есть. Немецкие дивизии затроллились. А здесь две украинские дивизии тоже были затроллены. Я думаю, интересно было бы заглянуть в потери. Вообще счет. Мы потеряли 230 тысяч. Тем временем, об нас только Германия потеряла 500 тысяч. Украина 300, Бельгия... Ничего, 5000, ладно. Здесь ничего особо. Беларусь, наверное, да, 80 тысяч. Так что мы очень солидно размениваемся. Ну, понятно, что мы, во-первых, обороним. Во-вторых, у нас авиация здесь везде работает. А у немцев авиация, видимо, здесь где-то или где. Не знаю. И мы переходим с соплением внезапно в Германию. А не на востоке. Потому что здесь дивизии меньше, чем здесь. Типа здесь вон по 4-5 дивизий каких-то. Где-то вон 6-8. А здесь всего несколько. Следовательно, что? Следовательно, мы можем здесь пушить. Конечно же, с авиацией сверху. Со временем, Тихоокеанские штаты выиграют. Здесь гражданку. Россия просто спит под Спиритонекс. Я тоже в этот путь, по-моему, когда-то выходил. И мы реально прям к Берлину подходим потихоньку. Мы, конечно, растягиваем наш фронт. Это не очень приятно. И здесь мы, ну, в некоторой ситуации. Но по факту-то, по факту-то, достаточно успешно мы пушим. И очевидно, что это благодаря тому, что здесь у немцев не так много сил. А у нас есть бафы против немца. Но все равно, почему нет? Мы сейчас до Берлина дойдем. Видите, жалко, что у меня только 34%. Да, как бы, когда у француза 53. Но это, видите, от урона. Потому что, видимо, там они постоянно сражались. Сражались, сражаются, наверное. А мы здесь, ну, не так активно, конечно. Мы можем немножко посидеть. Вообще, в принципе, в обороне нам нужно восполнить немножко винтовок. Мы постоянно в минусе некотором сидели. Ну, всего 4000. Это, как бы, для нас еще нормальный минус. Но почему бы не дополниться? И пока что мы авиацию достраиваем. Мы, если говоря, к себе стали захватили. Да и алюминий тоже. И самолетов мы делаем теперь прям реально много. Это приятно. Мы сейчас попробуем обрезать снабжение все Германии на Востоке. Просто сейчас вот здесь вот захватим все. Конечно, скорее всего, они морским путем будут здесь снабжаться. Но это будет уже очень большой шаг к тому, чтобы разделить эти войска и ликвидировать. Все-таки, нас здесь душат. Надо недооценивать вот эти вот страны. Здесь тоже есть дивизии. Надо это понимать. И дивизий, ну, немало. И качество у них тоже, ну, пойдет, я бы сказал. Конечно, по сравнению с нашим нехорошее, но пойдет. Поэтому тоже надо про это задумываться. И, блин, дивизии 3D делать, что ли. И да, вот оно произошло. Кстати говоря, идеально у нас фронт. Видите, вот этот пошел на запад, этот на восток. И это тоже подойдет для нас, в принципе. У нас теперь здесь стало чуть-чуть попроще. Вот этот фронт полностью здесь. Этот фронт полностью здесь. Варскор мы, кстати говоря, тоже успешно набиваем. А Британия капнула Ирландию, потому что она была в рейспакте. Очень неудачно для них. Кстати говоря, немцы здесь тоже начали проигрывать. Здесь какая-то выставка от кого-то, от французов. Ну, очевидно, что они сначала проигрывают, потому что, ну, на востоке у них дело плохо. И мы очень много у них стережения забираем. Тихоокеанские штаты вообще уже почти закончили. Думаю, буквально в этом... Ладно, не в этом. В начале следующего года они закончат гражданку. А мы здесь, ну, блин, держимся так себе. Возможно, возможно, есть смысл вот этой армии просто отойти на позиции получше какие-то. Поуже, так сказать. Типа вот какие-то вот такие, наверное, на ЖД просто в основном. На ЖД и пункты снабжения. Типа вот. Ну да, пойдет. Давайте так и сделаем, пожалуй. И там уже организованную оборону сделаем. А еще, я думаю, можно здесь нажать стрелочку по той простой причине, что, ну, Берлин пустой. Все, Берлин пустой. Здесь еще есть неплохих войска. Кстати говоря, здесь больше войск, чем на защите Берлина, я чувствую. Но, тем не менее, Берлин пустой, надо его брать. Польша войдет в Берлин. Вот оно. Какие еще доказательства нужны, что с нами Бог верный, ребята? Вот, поляки берут Берлин под предводительством Иисуса. Послушать речь о чристо-закинке напротив знаменитого монумента. Да, да. Иисус делает свою речь при взятии Берлина. Все правильно. Появилось резкое желание взять эту пробку, потому что там аэродром. Я думаю, мы ее возьмем. Ну, да, так и есть. Конечно, в наступлении мы все еще очень хороши. У нас неплохие бафы, да? Ну, так как сказать неплохие, огромные бафы от всего. Так что, конечно, приятно атаковать. А здесь, я думаю, мы сейчас вот добьем здесь вот, что у нас есть. И остановимся немножко попланировать наше следующее наступление. У нас, кстати говоря, блин, у нас максимум 40, да? Давайте тогда что-нибудь уберем. Типа, вот этого вот, наверное. Да. Или вот это штурмовики, это типа не так сильно. Просто нам нужен командный ресурс, что-то возьми. Давайте-ка, ребята, сейчас на позиции и планируют атаку дальше. А вот мы и докачали абсолютно все наши доктрины. Отлично. Все на земле. Ну что ж, эти ребята готовы, они допланировались. Можем, в принципе, продолжать наступление. И подвинем авиацию чуть-чуть поближе, пожалуй. Мы сейчас, кстати говоря, исследуем новые самолеты. Я уже исследовал новый вот этот вот тир орудий и двигателей. Будем делать еще получше самолет. Кстати говоря, на севере пытаются здесь контратаковать. Достаточно успешно, я бы сказал. Давайте-ка им сюда штурмовиков отправим на поддержку. Должно стать чуть-чуть получше, но все еще, наверное, напряжно. Они, видите, как я говорил, все еще сильны. Особенно здесь группировка. Здесь так вообще уже никто Германию не защищает почти что. А вот здесь вот еще есть силы, как и здесь. Еще меняем вот здесь вот план на атаку, чтобы у нас планирование уже капало. Ведь у нас все-таки, блин, третья доктрина. У нас здесь 50% бонуса надо набирать. Немножко не хватит нам уже авиацией покрывать прям много регионов. Но все равно, как есть, так и покрываем. Падение Детройта, видимо, все дела уже совсем плохо у американцев других. Вот сюда вот мы, кстати говоря, давайте-ка зашлем тоже часть авиации, пожалуй. Я бы, кстати говоря, именно истребителям, потому что штурмовики и так будут доставать до наших этих вот боев. А истребителям нужна эффективность, чтобы покрывать получше регион. И, черт возьми, ситуация напряженная. Потому что у нас просто, ну, уже очень растянутый здесь фронт. И нам становится сложновато дальше куда-то наступать. Потому что мы пойдем еще сюда, мы еще здесь растянем, сверху растянем. Надо поэтому, наверное, Даню добивать. Туда сейчас будем атаковать. И на востоке, на самом деле, опасная ситуация. Потому что если бы все эти войска перешли наступление одновременно и продолжали бы атаковать, рано или поздно они нас бы, скорее всего, пробили. Но так как только некоторые какие-то державы периодически атакуют, то есть то тут Германия где-то перейдет в контратаку, то Беларусь здесь, то Украина здесь. В итоге как-то на нас это ничего не сказывается. Ну, вот не хватает им координации, конечно, в войсках. А мы здесь планирование добили снова и снова идем в атаку. И мы переделываем штурмовики на новые, полностью сточенные только в авиаштурмовую атаку. И они будут очень сильны, но, конечно, намного дороже прошлых. С истребителями будет примерно та же ситуация, я думаю. Шестово такое вот мы сделаем с хорошей дальностью, защитой побольше, атакой побольше. И иконочкой надо чуть-чуть, наверное, другую. Пожалуй, какая у нас была прошлая. Давайте вот эта тогда будет новая. 29 до 48 поднимается стоимость. Ну, у нас хотя бы военных заводов на них много. Сюда тоже надо поднять, наверное. Какой-то тут уже форсированная атака происходит. Они просто свои действия стирают в ноль. И здесь тоже. Но мы держимся, мы держимся. Укрепление. Да и просто у нас уже более-менее тихие прокаченные. Доктрина прокаченная. И, в принципе, вот оно что происходит. Мы выдерживаем эту атаку. И Польша потихонечку, потихонечку занимается Германию. Что вы там нас разделяли? А теперь мы будем вас разделять с копчиках. Наверное, постараемся все самим себе забрать. Но не получится. О, потеряем, кстати говоря. У нас 450. Германия 1 миллион. Украина 700 тысяч. Бельгия от нас, кстати говоря, тоже 6000 потеряла. Ирландия 370 человек. Не знаю, где они там были. Но, допустим, где-то были. 24 Швеция. Здесь, наверное, нету. Большая Болгария 30 тысяч. Беларусь 160 тысяч. Дания 10 тысяч. Там Конго. Тоже Конго против нас 40 тысяч. Что вы тут делаете? Останьте 20 тысяч. Что вы тут делаете? Литва понятно 80 тысяч. И здесь тоже пон по мелочам 1000. Тут 25. Ну, короче, да. На нас очень много сил было. Конечно, от французов они понесли. Кстати, на самом деле, меньше потерь, чем от нас. Так что да. Мы самая теперь сильная держава в Европе, я считаю. Ну, бог с нами. Кто мог оспорить? Кто мог оспорить, тот оспорил и провалился. Самое, что интересно, что мы оккупировали, ну, как бы, не знаю, процентов 80, наверное, Германии. А они все еще не сдаются, потому что у них есть Рейнланд. Нужно пробиться кое-как в Капенгаген. Все-таки Данию тоже было бы хорошо капитулировать. И это у нас вот здесь вот с севера все угрозы берет. А здесь пытаются они нас атаковать, но контратака, я думаю, мы их остановим. Да, здесь очень много они потерь несут в таких атаках. Ну, у них нет выхода, им надо что-то делать. Здесь дивизиев Капенгаген защищают, это будет, эта битва будет легендарной, я думаю. Но на самом деле нет, авиация только работает, помогает, а так тяжеловато. Здесь тоже очень тяжело, потому что фронт опять растянулся. Ого, наконец-таки, крах рейс-пах, такая здоровая, и убила его именно наша Польша. Разошли мирные договора. С Беларуси, я вижу, у нас уже нету войны. По какой-то неизвестной мне причине. Этой нету, ладно, что бухтит-то, но это странно. Почему вдруг именно эта сторона вышла, а допустим вот эти... А, подожди, вот эта тоже вышла, а вот эти две не вышли. Почему, да хрен его знает, ну ладно. Может у них там есть какой-то выбор, типа выходите или не выходите, они вышли. Ну, тем не менее, мы продолжаем наше наступление, и... Блин, нас здесь немножко окружили, но мы справимся. И мы как раз взломали Германию уже, можем нажать эту кнопочку. И вот он, кап Германии. Сейчас будем себе забирать провинции. Кстати говоря, вопрос, сколько мы сможем забрать. Я вижу, у французов тоже куча фарскора. Но мы все-таки на первом месте. Следовательно, мы должны в состоянии быть забрать больше. А я при должной даче и вообще все. Если говоря, флот я забрать почему-то не могу вообще. Видимо, флот может передался к новому правительству. Но так как я и сказал, мы на первом месте, а значит мы можем затроллить всех Ишек. И забрать вообще все. В теории я бы Ирландию мог забрать. Но, наверное, во-первых, не очень хочу. Во-вторых, не смог уже. Ну ладно. И сильно это было интересно нам. И Даня тоже капнула. Даню мы тоже заберем. Кстати говоря, датский флот мы можем забрать. Сегодня случилось немысливо. Несколько армии сражающего в Ёрок, под младшиком торгнувшейся армией. Да, да. Коне целой эпохи. Привяжите мне, стыдно быть немцем. Зато никакому поляку не стыдно быть поляком в данный момент. Вот он. Иисус с нами, так сказать. Немцы под нами вперед. А, христиане. Однако открывается вопрос. Если говоря, флот не забрал Дани. А как нам вторгаться, если мы не умеем плавать? Вопрос актуальный. Видимо, нам надо научиться тогда летать. Кто нас не убивает, а делает сильнее. Не очень уверен, что это такое. А, атака на Варшаву. Чего говоря, они все что угодно делали. Чтобы победить наших бравых поляков. И мы теперь, видимо, мстим им. И вот там какой-то кирпич, что-то там. Очень интересно читать впадлу. Плюс ячейки исследований. Смотри, говоря, сейчас будет. И надо добивать Украину, Литву. И все, да. И у нас будет мир. Но долго ли? Наверняка у нас там потом будет с Францией война еще. Так, мы решим, как ее разделить. Да, мы не будем просто выделять всю Германию. Судя по Дании лояльная. Но сейчас дальше доделю все. Мы начинаем здесь уже атаку. Почему бы и нет. Закончим там. Перебросим сюда войска. Нам, кстати говоря, предлагают. Ленд-лист, соглашусь. И авиацию тоже себя перебросим. Начнем наступление в Украине уже. И доделываем судьбы. Судьба в Прусе. Я так понимаю, вот это присоединить. Блин. Ну а почему это себе нельзя? Как бы, по-моему, это все польское. В итоге, по истории. Давайте-ка сейчас посмотрим еще какие там есть варианты. Блин, ну я, честно говоря, здесь есть только марионетка или опять марионетка. Хотя вот это выглядит как будто мы должны это аннексировать. Типа, надо ведем присоединение к вот этим ребятам. Блин. Надо брать вот это, потому что, ну, это, блин, было присоединено к Польше в свое время, да, как бы. Опять-таки, если я правильно помню, польские границы текущие. Германия-то зажата вот так вот. Почему нельзя их присоединить к Польше? Хороший вопрос. Эти территории. Так, а... Гренландия-Дания. Ринская область. Делаем Рейнланд. Лайдерное государство. И передали этим, ладно. И резкое изменение в наших штурмовиках. Добавляем сюда. Вот эти вот. Собственно говоря, бомбы, бомбодержатели. Потому что нам нужно будет работать по морю, скорее всего. Хотя нет. Знаете что? Мы сделаем отдельно, наверное, морские бомберы. Я бы сказал. Далее, кажется, делать их из средних, но мы, наверное, уже не сможем сделать из средних. Поэтому давайте-ка просто новые морские бомберы сделаем. В скобочках их нет. Ну почему? Да, я правильно подумал. У нас просто торпед нет. Да. Мы реально не умеем плавать. Давайте базовую торпеду исследуем. А вот смотрите-ка, а теперь там вот помирание ассимилировали. Верхние слизи, точнее, ассимилировали. Это что-то еще получаем. Короче, как-то очень странно. Что-то нам дали к себе съесть, а что-то не дали. К себе нам только дали претензии. Не на справки, странно тоже. Ну что ж, я думаю, мы ждали достаточно. Подготовились здесь планирование, авиацию, все. Можем переходить в наступление. Ой, как приятно нам уже воевать, когда у нас достаточно авиация, зеленый воздух, у нас промышленность большая, достаточно обычная армия. Единственное, конечно, я бы хотел уже потихоньку от этой пехоты переходить к чему-то получше. Нам нужны танки, нам нужен механ. Вот эти, кстати говоря, нам тоже нужны, но не прямо сейчас, а чуть попозже. Давайте начнем с механа. У нас, кстати говоря, есть еще отличный генерал для механа, Рокоссовский. Мы из него можем сделать как раз-таки общевосковые операции вот сюда скачать и сделать из него команды еще механизированными войсками. Было бы, наверное, неплохо. Тем более, что у нас здесь есть баф. Кстати говоря, вопрос, а мотопехота это же не распространяется на механ, да? Или распространяется? Хороший вопрос. Может, смотря как перевели или что? В теории не должно, потому что вот если мы заглянулись сюда, да? Опять-таки, защита мотопехоты и механизированная оборона. Две разные вещи. Опять-таки, то же самое, наверное, и здесь, да? Это все-таки мотопехота, а не механа пехота. Ну и наше отступление, конечно же, успешно. Вот мы уже убиваем последние восточные провинции. В итоге, Украина, которую мы хотели капитулировать первый, капитулировала последний, потому что здесь оказалось попроще запушивать. Здесь слишком много войск было респакта. Германия свою границу вообще не укрепила. Достаточно забавно. Получилось, кстати говоря, мы очень неплохо так территорию в итоге попировали в Германию. Нам тогда неплохо по промке, когда немножко накопится у нас подчинение. Это, конечно, несомненно полезно. Ну и надо планировать, куда мы сейчас будем наступать дальше. Я пока что уже делаю КП на Беларусь, потом сделаю на Балтику, потому что, ну, а эти ребята в войне, надо бы как-то их, ну, либо к нам, либо к России уже, а то, ну, некрасивая граница, что нейтральное государство посередине. И после этого, я думаю, наверное, с интернационалом в первую очередь, а потом уже с Россией. О, а Украину мы забрали в флот, и, черт возьми, а он-то хорош. Он прям реально хороший. Ну, понятно, что там, скорее всего, все очень старое, так и есть даже нас, господи. Что-то, что-то древнее говно. Но его много. Это то, что нам и нужно было. Отлично. Вообще, я думаю, это можно подзакончить эту серию, мы победили полностью Германию. Здесь восточные страны Рейхспакта тоже победили. Собственно говоря, нам осталось только принять табли... Нам осталось только, наверное, интернациональную Россию победить, да, ребята? Ну, а с вами был Допгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребята. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»